МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очередной выпуск новостей на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте! Сегодня в эфире президентские пожелания на 2024 год. Генетический код Земли не меняется. Франция осудила нападение на армян Иерусалима. Новогоднее и рождественское послание омбудсмена. Комитет по языку подвел итоги конкурса «Слово года-2023». Неносные шахматы на чемпионате мира лучший результат показала Мариам Макарчан. Поддержим государственное телевидение Западной Армении. Дамы и господа, уважаемые соотечественники, основываясь на следующих национальных и международных обстоятельствах, устойчивость нашей государственной системы перед провокациями и геноцидом, совершенным и против нашей Родины. Сегодняшняя оккупация нашей Родины со стороны Турции и территории Арцаха Азербайджаном оказала влияние на существование нашей нации. Геноцид, совершенный против армянского народа Западной Армении и Арцаха и продолжающееся отрицание его права на жизнь как армянина. Наши соотечественники разбросаны по всему миру. Хочется, чтобы вы были уверены, что наши позиции вновь ясны и четки. В единстве армянской нации все преступления получат адекватный ответ. Дорогие соотечественники, как ежегодно, так и в этом году позвольте пожелать армянскому народу и всем нашим гражданам успеха воли и решимости во имя наших прав и справедливого решения проблемы патриотизма и требований, основываясь на том факте, что мы являемся коренной нации. Президент Республики Западной Армении Арменак Абрамян. Согласно степ 1АМ, с 1 января 2024 года должен вступить в силу указ Самвела Шахраманяна о распуске Арцаха, что будет через три месяца после его подписания ни власти Арцаха, ни власти в Восточной Армении не говорят. Некоторые политические силы требуют отменить указ и продолжить деятельность государственных структур Арцаха в статусе изгнанника, хотя какого изгнанника в столице Родины всего армянства. Однако, как написал Армаиз Абгарян, депутат от партии Араика Арутиняна «Свободная Родина», указ не отменяется, чтобы не подвергать опасности Армению. Власти Армении говорят то же самое, а Баку и Москва озвучивают угрозы. С другой стороны, говорят, что указ давно отменен, но об этом будет объявлено, когда появятся гарантии безопасности. Никто не знает, какие могут быть гарантии безопасности. В мире, где Украина и Россия обмениваются жестокими ракетными ударами на Рождество, когда Израиль уничтожает сектор газа, и в сердце трех религий Иерусалима пытаются искоренить тысячелетнее армянское присутствие, а мир не может или не хочет все это остановить, не может быть никаких гарантий. Несмотря на отсутствие упоминаний и общественных обсуждений указа Шахраманяна на международном уровне, все в мире внимательно следят за тем, как поведет себя народ Арцаха. Сегодня последний, но самый важный день. Точно так же, как война в Украине стала возможной после 44-дневной войны против Армении в Арцахе в 2020 году. Уничтожение газа Израилем стало возможным после агрессии против Арцаха и депортации армян 19 сентября 2023 года. Армянское присутствие в Иерусалиме также не устраняется случайным образом. У каждой земли есть свой генетический код и изменить его невозможно даже при захвате и аннексии кочевниками и теми, кто считает себя хозяемой этой земли. Новый мировой порядок зависит от того, как поведет себя народ Арцаха. От этого зависит закономерность развития событий на Украине и в Палестине. Но какие бы решения не были приняты, генетический код армянской территории не изменится. Так же, как сто лет спустя, не удалось изменить армянский генетический код армянского Нагоря, Западной Армении, Нахадживана и Арцаха. Франция решительно осудила насилие против армянской общины в старом городе Иерусалима. В последние месяцы произошло множество нападений воинствующих экстремистов. Об этом говорится в заявлении Генерального консульства Франции в Иерусалиме. На власти Израиля ложится ответственность за предотвращение этих актов насилия, а также за любые посягательства на статус-кво. Франция подтверждает свою солидарность с армянской общиной старого города Иерусалима и продолжает пристально следить за ситуацией. Поздравительное послание защитника прав человека Аннаит Манасям по случаю Нового года и Рождества. Дорогие соотечественники, дорогие коллеги аппарата защитника прав человека, поздравляю вас с новогодними и рождественскими праздниками. 2023 год был действительно трудным и полным вызовом. Сентябрьские события, огромная работа, направленная на защиту прав вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха, к которой мы с сотрудниками приложили весь свой потенциал. В то же время, имея небольшое количество сотрудников, преданных ценностям верховенства закона, мы обеспечили нормальный процесс, направленный на решение остальных проблем, связанных с системой защиты прав человека. Пусть 2024 год станет годом мира укрепления ценностей верховенства закона и достижений. Желаю, чтобы в следующем году мы с такой же преданностью и готовностью продолжали выполнять нашу миссию во имя защиты прав человека и высоких идей верховенского закона. Счастливого Нового года и Рождества! Комитет по языку подвел итоги конкурса «Слово года-2023». Наибольшее количество голосов, 42% получило слово «эмпатия», «сочувствие другому человеку», как себе всегда было присуще человеку. Слово «сочувствие» является неологизмом. Вероятно, оно было создано по аналогии со словом «сострадание», но как явление оно более всеобъемлющее, имеет словарную запись. Почему предпочтение было отдано этому слову? Определяет ли это наш новый взгляд на человеческие отношения, наши потребности и ожидания от другого человека или же страх потерять эту самую человеческую черту? Возможно, все вместе. Тем не менее, для большинства людей слово «уходящего года» «сочувствие» и «эмпатия». Второе место заняло слово «мир» — 30%. Это немногозначное слово, но для нас сегодня оно означает прежде всего отсутствие войны, конфликта и, естественно, что взгляды многих людей обращены на него. Также важен внутренний мир человека. А для этого нужны другие значения этого слова. Тишина, спокойствие, безмятежность, примирение и т.д. На третьем месте слово «гаястан» — 7%. Гаястан — первый армянский космический спутник. Слово образовано от корня «гай» — армянский и первого слога латинского слова «саттэлит» — спутник. Это определяет наш оптимизм в отношении научного будущего Армении, говорится в сообщении. Армянские шахматистки завершили выступление на первенстве мира по моленосным шахматам в Самарканде. Об этом сообщает шахматная федерация Армении. Лучший результат показала Майя Макарчан, набравшая 10,5 очков из 17 и занявшая 14 место. Сусанна Габоян с 8,5 очками стала 59-й, а Элина Даниэлян набрала 9 очков и закончила турнир на 45-м месте. Чемпионкой мира по блицу стала россиянка Валентина Гунина, набравшая 14 очков. Второй финишировала Александра Костенюк из Швейцарии, третья — китаянка Чжу Цзиньер. Уважаемые соотечественники, телевидение Западной Армении не занимается саморекламой. Руководство Западной Армении, оставаясь верным своей идее и принципам, продолжает посредством телевидения и других медиа-платформ по-новому представлять различные события, связанные с историей, настоящим и будущим нашей страны, информирует о политических, общественных событиях правительства, также дает возможность ближе общаться друг с другом. С помощью нашего телевидения вы можете установить прямую связь с правительством, членами национального собрания, поднять все волнующие вас вопросы, которые напрямую связаны с Западной Арменией и ее гражданами, а также выступить с различными интересными предложениями. Помимо того, что вы телезритель, у вас также есть возможность стать гражданином Западной Армении, следуя соответствующей процедуре. Напомним, что Western Armenia TV не занимается саморекламой, а стремится расширить связи с вашей помощью. Ваша поддержка – наша общая победа. Вместе мы – сила! И в завершении новостей послушаем музыкальное произведение. Субтитры создавал DimaTorzok Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра!